Добрый вечер, это программа «Здесь и сейчас». Сегодня отмечается День прав человека. Это не какой-то местечковый повод, а дата, учрежденная ООН. Многим кажется, что права человека – это что-то забытое. Из выступлений советских диссидентов, выкриках на митингах, но нет. О том, что каждый россиянин имеет и может отстаивать свои права, говорится в главном законе страны. О том, кто и как защищает права человека, мы поговорим здесь и сейчас. В нашей студии доцент Курского государственного университета, адвокат, партнер юридического центра Михаил Сойников. Михаил Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив к нам по номерам, которые на ваших экранах. Михаил Алексеевич, о правах человека сегодня, все-таки, говорят, заметно реже, чем в конце 80-х, начале 90-х, но мы живем в совершенно другой стране. Это, в общем, понятно. Здесь права закреплены в Конституции. На что мы имеем право как граждане и откуда у нас эти права взялись? Изначально эти права были установлены во всеобщей декларации прав человека, которая была принята как раз в этот день в Генеральной Ассамблее ООН в 1948 году. Но это стало итогом долгого развития научного и философского этих понятий еще со времен древних греческих, римских философов. Понадобилось просто в прошедшем веке две разрушительных кровавых мировых войны, чтобы пришло к осознанию всемирное сообщество. Что это необходимо закрепить именно на таком уровне. Была создана Организация Объединенных Наций и, соответственно, принят такой документ, который сейчас иногда называют Всемирной Конституцией. И все государства мира так или иначе, своим языком, своими словами, эти права и свободы закрепили в своих конституциях, основных законах. Соответственно, и в советских конституциях определенный набор этих прав существовал. И после того, как произошла трансформация, советский строй закончился, и суверенная, свободная Россия получила свою конституцию. Вот так эти права и у нас были оформлены на внутригосударственном уровне. — О документе, о котором мы сегодня в этом году очень много говорили в связи с его изменениями, все-таки многие чиновники акцентируют на нем внимание в каком свете? Что это декларация. И не всегда права наши обязаны соблюдать. Почему кто-то должен уважать мои права? — Во-первых, то, что наши права каждого из нас должны уважать другие люди, равные нам по статусу, и чиновники, и государство в целом, в принципе, это должно следовать из воспитания каждого человека, которое закладывается с детства, с детского сада, с семьи, со школы. Если по каким-то причинам у человека этого воспитания нет, он или хам, или правонарушитель, то в действие вступает закон. То есть любое право человека, оно подтверждается принудительной силой государства. Право на, возьмем, честь и достоинство у каждого человека есть. Если кто-то оскорбляет человека, хамит, соответственно, к нему могут быть применены меры ответственности. И чем более тяжкое правонарушение, вплоть до преступлений, тем более тяжкая ответственность. Уже государство, используя свою принудительную силу, к этой ответственности привлекает. То есть заставляет людей, которые не хотят добровольно этого делать, соблюдать и уважать чужие права. И то же самое касается представителей органов власти, потому что у них есть свое руководство, у них есть дисциплинарная ответственность. Поэтому вот в этом измерении таким образом достигается то, чтобы ваши права и мои права различные субъекты уважали и соблюдали. Обращаюсь к вам сейчас не как к педагогу, а как к юристу, как к практикующему юристу. Вы с нарушениями прав человека в своей практике сталкиваетесь каждый день? Да. Безусловно, каждое обращение человека к юристу – это нарушение каких-либо его прав. И не обязательно это право, которое напрямую записано в Конституции или в всеобщей декларации прав человека. Потому что в Конституцию в основной закон не уместишь всех прав. Это может быть право, которое закреплено в законе или Российской Федерации, или в законе субъекта Российской Федерации. Но, тем не менее, любое обращение к юристу подразумевает нарушение прав. Не обязательно даже реальное. Оно может быть мнимое. Человеку показалось, что кто-то нарушил его права, но мы должны ему помочь разобраться, что на самом деле ваши права не нарушены. Но, так или иначе, в большинстве случаев получается, что нарушено какое-либо право. Какое из прав, слава Богу, у нас их немало, оказывается попрано каждый божий день? Если так рассуждать, наиболее часто нарушаются права трудовые, нарушаются права потребителя. Но, если брать конкретного человека, чтобы каждый день нарушалось какое-то его право, скажем, даже, допустим, трудовые права, но у нас есть выходные дни, защита прав потребителей, мы не каждый день можем что-то покупать. Наверное, все-таки это, я назову право на благоприятную окружающую среду. Потому что, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, окружающая среда все равно, вот эти загрязнения, которые зачастую даже не афишируются и не доводятся до населения, информация об этом. Это даже человек может не выйти в магазин, не выйти на работу, не выйти на улицу, он все равно будет у себя дома и он будет ощущать вот эти последствия нарушения его прав на благоприятную окружающую среду. Многие граждане, когда случается какая-то беда, когда их права явно нарушаются, просто не знают, куда пойти, к кому обратиться. Все-таки суд в нашей стране воспринимается как очень страшное. Мы, правда, не привыкли судиться, мы, несмотря на то, что живем в демократической стране уже почти 30 лет, не привыкли к тому, что судебная тяжба – это такой какой-то конкурентный цивилизованный процесс. Где с определенной долей вероятности ты можешь защитить свои права. Какие инстанции вообще готовы принять жалобы, обращения на нарушение прав человека? Принять готовы и даже обязаны такие инстанции, как в первую очередь полиция, органы внутренних дел и прокуратура. Их обязывает закон принять любое сообщение о любом нарушении. Другое дело, что большинство из таких обращений потом, опять же, в соответствии с законом, по подведомственности передаются в другие органы. Допустим, очень часто «вот, мои права нарушили, я буду жаловаться в прокуратуру». Хорошо, это право человека, если он, тем более, как вы сказали, опасается, боится суда, это ему непривычно. А прокурор, вроде как это еще из старых советских фильмов, это защита какая-то, он идет в прокуратуру. Но когда смотрят его обращения, нарушены мои трудовые права. Это обращение направляется по подведомственности в трудовую инспекцию. Нарушены права потребителя, направляется в Роспотребнадзор. Имеются признаки какого-то административного правонарушения или преступления, это направляется в ту же самую полицию. Ну и то же самое, когда обращается человек в полицию. В суд обращаться нужно и не нужно этого опасаться. Потому что, конечно, судья сразу видит, кто перед ним находится. Это опытный юрист, адвокат или это простой человек, у которого по каким-то причинам или нет денег нанять юриста, и он хочет сам отставить свои права. Таким людям даже помогут судьи. И часто я слышу от помощников судей, что мы не вправе давать вам юридические консультации. Это действительно так по закону, но они входят в положение человека. И даже, может быть, это с их точки зрения не совсем законно, но это справедливо, это человечество. Они подскажут, как, что заполнить и так далее. Поэтому все равно лучше обратиться, ну, каким-то образом узнать, потому что все-таки у нас и интернет достаточно развит. Если вы обратитесь в прокуратуру, потом прокуратура направит, вы можете потратить драгоценное время. А у нас сроки очень важны в юриспруденции. Допустим, если человека незаконно уволили, то у него есть всего лишь один месяц, чтобы обратиться в суд с иском об оспаривании. И получается, месяц прокуратура будет рассматривать его обращение, потом направит еще и в трудовую инспекцию, и уйдет драгоценное время. Поэтому еще один вариант, и он наиболее, скажем так, эффективный, это обращаться в те юридические компании и к тем адвокатам, которые оказывают бесплатную юридическую помощь. Это адвокаты. И отдельные услуги, как бесплатные консультации, также оказывают ряд юридических компаний, в том числе и юридический центр. Как минимум на этой бесплатной консультации человеку скажут, в чем именно заключается его проблема, и как ее решить, и как избежать дальнейших проблем, ну, в частности, тех же самых сроков. Контакты юридического центра сейчас на ваших экранах. Михаил Васильевич, вот среди всех, кто занимается защитой прав, есть ведь еще и общественные защитники, разные города уполномоченные, но на ком из всего этого спектра, из всего этого списка, лежит обязанность мои права защитить? Обязанность. Обязанность лежит, в первую очередь, на органах государственной власти, в зависимости от их подведомственности. И в конечном счете, даже если человек ошибся и подал свое заявление, жалобу не в тот орган, в обязанности этого органа входит направить заявление в тот орган, который действительно уполномочен это рассматривать. Адвокаты обязаны защищать права подозреваемых, обвиняемых, если их назначили это делать. В других случаях адвокат вправе заключить соглашение, вправе отказать. Опять же, поскольку, допустим, отсутствует какой-то опыт в данных делах, те же самые общественники, они не обязаны этого делать. То есть обязанность, мы понимаем, как какое-то необходимо выполнить определенные действия под угрозой наказания. И если сотрудник полиции откажется, просто не хочет со мной этим заниматься, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Общественников же никто за это не накажет, поэтому, конечно, тоже с одной стороны можно к ним обращаться, но нужно понимать, что есть органы специализированные, уполномоченные. О праве на жилье и через него о праве на жизнь, наверное, самом священном и самом главном праве, среди тех, о которых мы сегодня говорим, с которых и начинаются права человека под угрозой. Прямо сейчас, здесь и сейчас, жизни и здоровье людей, которые находятся в одном конкретном аварийном доме. Предлагаю посмотреть сюжет «Кубернии-33». На данный момент нашему дому 103 года. По дому, по фасаду, по фундаменту идут трещины. Разваливается все от основания и до самой крыши. Карточный дом – так называют эту двухэтажку на улице Ленина. Ее жильцы опасаются за свои жизни, а пешеходы обходят стороной. Дом может сложиться в любую минуту. Трещины по всему фундаменту. Со стен сползает штукатурка, водосточные трубы спилены. Осадки впитывает старая древесина. Из-за этого в здании ощутимая влажность. Как результат – грибок, запах гнили и дыры размером с кулак. Жить здесь страшно. Но выходить на процедуру признания дома аварийным жильцы наотрез отказались. Людям, которые будут признаны аварийным жильем, переедут в такую жилплощадь, где жить невозможно. Где-то в общежитии дают комнаты с тараканами и так далее. Люди боятся переезжать с этих домов, которые аварийные на самом деле. В Суздальской администрации объяснили, все квартиры в доме приватизированы. Объект не является муниципальной собственностью. По закону следить за состоянием своих квартир обязаны сами жильцы. Решить вопросы могли бы в фонде капремонта. Люди обращались к его сотрудникам с просьбой изменить дату ремонта фасада здания. Но квитанции фонда собственники исправно оплачивают только последние несколько лет. За это время денег на счету дома не накопилось. Поэтому рассчитывать на помощь федеральной программы в ближайшее время не стоит, сказали жалобщикам в фонде капремонта. Ремонт фасада стоит на 1936 год, то есть через 16 лет. Простоет ли этот фасад, фундамент, неизвестно. Вот подобных жилищных, жилищно-коммунальных историй в вашей практике тоже довольно много. И удается ли, в конце концов, права людей отстоять? Да, такие проблемы есть в практике. И то, что касается аварийных, даже не просто жилых зданий. Это и аварийные сараи, которые угрожают обрушением. Есть даже случаи, когда с человеком невозможно жить в одном помещении. По закону он страдает открытой формой туберкулеза или психическими заболеваниями, которые исключают возможность совместного проживания, безопасность. Эти заболевания утверждены постановлением правительства. И действительно получается защитить права граждан и получить жилье взамен либо сносимого, либо непригодного. Но в данном случае я обратил внимание на что? Когда администрация, то есть орган местного самоуправления, скидывает, по сути, эту проблему на жильцов. Говорит, вы же приватизировали, вы собственники, значит, вы сами должны нести бремя содержания вашего имущества. Я бы здесь вообще задал вопрос, а с какого момента, то есть какой срок у них владения, и можно провести строительно-техническую экспертизу, в том числе и судебную, в рамках судебного процесса. То есть посмотрите, в каком состоянии жилье передавалось. Да, в каком состоянии жилье было передано, и, соответственно, установить вот эти имеющие значение обстоятельства. Потому что здесь не все так однозначно. Потому что, конечно, я бы встал на сторону жильцов в данном случае. Ну, потому что у них, если мы говорим о правах человека, страдает право на жилище. А у нас социальное государство, да, по Конституции оно направлено на создание комфортной жизни для людей. Но и под угрозой право на здоровье и право на жизнь. Тоже все это под угрозой. Но порой бывают очень суровые законы, которые не к твоим правам могут быть. Да, к сожалению, иногда бывает так, что закон, он является законным, но несправедливым. Вот все-таки, как в похожих ситуациях, может быть, и в этой, можно и нужно отстаивать свои права. Я сейчас не говорю о каких-то там альтернативных формах, вроде выхода на улицу. Я говорю именно о законных, разумных и цивилизованных способах. Ну, вот, например, в каких-то разбирательствах с той же районной или городской администрацией. Без грамотного помощника, без юриста, никуда? В большинстве случаев да, потому что я часто профессию юриста сравниваю по разным аспектам с профессией врача. Хотя, на первый взгляд, это абсолютно разные профессии, тем более сейчас, когда врачи фактически стали героями. Но, тем не менее, вот сколько раз люди слышат от врача, вы слишком поздно пришли, мы что-то еще могли сделать. Так же и юристы. Это все равно, что заниматься самолечением. И, допустим, можно самому вылечить какую-то простуду. Я провожу просто аналогию. И человек может сам, и я неоднократно видел, женщины приходят у мировых судей, переписывают форму иска о расторжении брака. Понятно, что суд удовлетворит этот иск. Но когда речь заходит о чем-то более сложном, разделить имущество уже сложнее. Определить порядок общения с детьми еще сложнее. И когда речь заходит о таких правоотношениях, как дом разваливающийся или квартиру, когда они выдают сироте, это еще более сложное правоотношение. И, конечно, я бы порекомендовал все-таки обращаться к юристам и не стараться найти решение проблемы в том же самом интернете. Потому что очень много устаревшей информации, очень много просто сайтов русскоязычных, на которых даны ссылки на законодательство бывших союзных республик, которые, опять же, на русском языке. Написано по-русскому, и ты не поймешь. И человек, не понимая информации, источника этой информации, он принимает это за какую-то действительность. И, исходя из этого, у него уже сформирован такой образ, что мне положены алименты на ребенка до достижения 23 лет, допустим, если он учится в высшем учебном заведении. В российском законодательстве такого нет. Михаил Алексеевич, у нас есть звонок на линии. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, Олег Владимирович Иванов. Значит, в моем понятии, пока права не будут превышать обязанность наших людей, у нас будет много всяких недостатков. В частности, вот по домам часом там предают, значит, улицом должен прийти и оштарбовать этих людей, которые не содержат дом в соответствующем порядке. Спасибо. Спасибо вам большое. Согласитесь или поспорите с тезисом нашего уважаемого слушателя? Ну, если я правильно понял, что действительно жильцов можно привлечь к ответственности, но здесь нужно смотреть закон Федеральный кодекс об административных правонарушениях, наверняка закон Владимирской области об административных правонарушениях, что-то может и там быть из этих правонарушений. Так здесь самое главное что? Ответственность невозможна без вины. И если будет установлено, что эти люди сами желали привести свое жилье в такое состояние, что оно разваливается, но этот человек должен быть как минимум неадекватный, и враг сам себе разваливает свой собственный дом намеренно. И вместе с тем, еще даже несмотря на то, что собственность есть у граждан, эти квартиры, их собственность, то все равно есть какие-то коммунальные сети, которые находятся все равно в собственности муниципалитета и обязанность их содержать тоже за муниципалитетом. Не видя вот этих самых объектов, нам сложно говорить, потому что может быть гниль в деревянном полу наступила не из-за того, что его плохо содержит собственник, а из-за того, что снизу протекает труба, которую должен ремонтировать муниципалитет. Поэтому каждый такой случай, в этом я соглашусь с нашим уважаемым телезрителем, что каждый такой случай индивидуален. И если в данном случае администрация захочет поспорить каким-то образом с жильцами, она может и соответствующее заявление подать на них. Уже тогда орган правоприменительный будет разбираться, будет устанавливать ту самую вину, о которой я сказал. Но я считаю, что исходя из того, что я видел, вины жильцов в этом нет. Вот к вопросу правовой грамотности, собственно, и этих конкретных жителей Суздалей вообще россиян. О правах человека сегодняшним россиянам, молодым, рассказывают еще в школе. Есть отдельные страницы в дневниках, есть целый курс общества знания, ну там в разных школах он по-разному называется. Умеют ли повзрослевшие россияне пользоваться правами, конечно, вопрос другой. Существует ли разрыв между знанием и пониманием своих прав, особенно вот у разных представителей россиян. И вот права и грамотность – это такая наша Ахиллесова пита? Да, здесь и разрыв определенный имеется между поколениями. И определенное какое-то искажение сознания происходит у молодежи в первую очередь, потому что они, узнав из тех же самых курсов общества знания, может быть, уже будучи студентами, они начинают думать, что у них есть только права, а про обязанности почему-то забывают. И говорят, что мы имеем право, а вы обязаны. Это опасная тенденция, которую точно так же надо пресекать на тех же самых уроках еще в школе, потому что без обязанностей не бывает прав. Это всегда взаимосвязанные вещи. И недаром в Конституции у нас тоже прописаны эти обязанности. Как я уже сказал, право на благоприятную окружающую среду, а ей корреспондирует этому праву обязанность каждого беречь природу и беречь окружающую среду. То же самое и здесь. Это что касается поколения помоложе. А поколение постарше просто было воспитано в другом государстве, с другими органами власти, с другой Конституцией. И сейчас очень часто мы слышим, в первую очередь от пенсионеров, когда они говорят, вот при советской власти такого не могло быть, чтобы мне неправильно пенсию посчитали или отказались считать пенсию. Они просто не могут этого осознать, потому что у них мышление сформировалось именно в тот период. И по-человечески им, конечно, можно и нужно посочувствовать. Но помочь им только можно, сопоставив имеющиеся у них документы. И мы тоже разъясняем. Предлагаем им обратиться в суд, пусть суд разберется. Потому что уже пенсионный фонд, он преследует немного другие цели. Это не орган государственной власти, как был в Советском Союзе. Это фонд, государственное учреждение, юридическое лицо, самостоятельное. Оно преследует свои определенные интересы. Хотя, безусловно, на него публичные функции возложены, как пенсионное обеспечение и социальное обеспечение. – Пандемия привела к мысли, что если права немножечко, сильно ограничивать, для общего блага, конечно, то это вроде как здорово и правильно. Как вам кажется, пандемия, вызванные ограничения, реализация прав человека – это понятия взаимоисключающие, разновекторные? – Я думаю, что здесь надо обратиться вообще к иерархии прав. Потому что получается, что в случае с пандемией, ограничивая право, допустим, человека на свободу перемещения, право человека на культурную жизнь, посещать культурно-массовые мероприятия… – Реализуется наше право на жизнь и здоровье. – Да, на жизнь и здоровье право сохраняется и нас, и других людей, окружающих. Поэтому, где здесь, какое право более ценное? Для этого я всем советую обратиться просто к особенной части Уголовного кодекса. Наиболее важное благо для государства вы увидите самым первым. Если мы откроем 105-ю статью нашего Уголовного кодекса – это убийство. То есть она защищает право на жизнь. Отсюда мы делаем вывод, что жизнь для российского государства – это основное благо. Для примера, в Украине это преступление против государственной власти на первом месте. Так же было и в Советском Союзе. – Без обращения в суд, вернусь я к этому своему тезису, порой не доказать своей правоты. Да, судебных тяж боятся, но в итоге очень часто права и защищают. Об этом еще один сюжет губернии 33. В Радужном девушка-сирота два года не могла получить квартиру. Добиться положенной жилплощади ей удалось только после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган инициировал судебное дело, и девушка смогла въехать в новое жилье. В раннем детстве Хафиза Яхина пережила трагедию. Когда ей было всего четыре года, умерла мама. Родная тетя забрала девочку из Казахстана вместе с двумя старшими сестрами. После школы Хафиза поступила в Московский лингвистический университет. Ей дали общежитие, поэтому о квартире она сначала не задумывалась. А местная администрация жилье предлагать не спешила. Старшие сестры уже получили квартиры, а Хафиза все ждала своей очереди. Девушка обратилась в прокуратуру, было составлено заявление и инициирован судебный процесс. После решения суда администрация обратилась к областным властям и получила финансирование на покупку квартиры из региональной казны. Исковые заявления прокурора в Радужном каждый год помогают получить квартиры двум или трем детям-сиротам. К сожалению, тоже обычная для нашего региона история. Михаил Алексеевич, вы являетесь партнером юридического центра. Грех в этот день не рассказать о том, с кем вы работаете, насколько давно юридический центр работает и кому оказывает правовую помощь. Юридический центр работает еще с 2011 года. Основан он был в городе Железногорске, Курской области, но со временем появились офисы в разных городах, в том числе и во Владимире. Оказываем юридическую помощь мы любым гражданам практически по любым вопросам. Это и жилищное законодательство, и семейное, те же самые права пенсионеров, права сирот, то есть практически все, о чем мы с вами сегодня говорили. Легко ли получить у вас юридическую помощь? Что для этого нужно? Для этого нужно просто явиться на консультацию, предварительно желательно записаться по телефону, прийти на бесплатную консультацию и рассказать консультанту суть своей проблемы. И только после этого уже будет принято решение путем переговоров между консультантом, юристами, осмысления вот этой ситуации клиента, что же требуется сделать, какие документы клиент должен нам предоставить. И, соответственно, это, как правило, даже не один вариант решения проблемы. Их может быть два, три на выбор клиента. Поэтому здесь, как бы, тоже он может выбирать из различных способов решения проблемы. Или обратиться в прокуратуру, или непосредственно в суд. То есть вы здесь праве именно посоветовать, но не настоять? Да, это безусловно, потому что на нас распространяется закон о защите прав потребителей, и здесь мы не навязываем никаких услуг, а, напротив, когда человек сам приходит к какому-то мнению, это и наиболее эффективно. Действительно ли все консультации, я говорю, первые консультации бесплатные? Да, у нас все консультации, именно первые, бесплатные. А в дальнейшем уже клиент, который заключил с нами договор, он получает эти консультации в рамках договора. Он уже дополнительно их не оплачивает. Вот сейчас из-за и коронавируса, и просторов нашей необъятной Родины, получается ли организовать какие-то консультации, допустим, удаленно, или помощь удаленно, или все-таки здесь важен личный контакт? Как на исповеди? Личный контакт, безусловно, важен, но когда органы государственной власти устанавливают ограничения, мы, естественно, их все соблюдаем. И консультируем по телефону, либо, если есть возможность у клиента, по скайпу, по вайберу, но в данный момент консультации очные возможны. И, конечно, лучше услышать человека лично. Увидеть, услышать. Как правило, даже на первой консультации клиент приносит какие-то документы. Как побороть страх судебного разбирательства? Ведь он у многих клиентов явно есть. Ну, во-первых, просто нужно осознать, что судья – это не какой-то враг, и суд – это не орган, где будут судить за преступление какое-то. Нет никакого преступления. Есть просто правовая проблема, правовая ситуация, которую нужно решить, и суд является наиболее эффективным механизмом. Если уж настолько, я сам встречал таких людей, у которых поднимается давление, ну, вплоть до действительно, что мы переживаем за здоровье человека, мы говорим, лучше выдайте нам доверенность, мы будем ходить сами, без вас. Вам потом мы все расскажем, позвоним по телефону или встретимся с вами. Главное, чтобы здесь было доверие. Ну, в данном случае наши интересы совпадают, что человеку решить свою проблему, а в наших интересах оказать ему помощь максимально качественно. Исходя из вашей жизненной, адвокатской, педагогической практики, можно ли сказать, что мы с вами по своему веку добились какого-то видимого прогресса в соблюдении прав человека? Прогресс есть определенный. Я бы не сказал, что он очень большой, потому что, как минимум, этому способствует информационная среда. Все больше и больше людей знают о своих правах, и благодаря интернету, благодаря каким-то тем же самым соцсетям, специальным группам, дети, подростки, студенты рассказывают об этом бабушкам, дедушкам, вплоть до того, что уже и пожилые люди являются активными пользователями и интернета, и соцсетей. Поэтому главное, что произошло осознание того, что мы являемся субъектами права, мы являемся не объектами, как в каких-то других, скажем так, государствах. И у нас на первом месте это наши права, а не обязанности. И как в Конституции сказано, что права человека являются высшей ценностью. Это государство существует для человека, а не человек для государства. Поэтому мы можем требовать, и герои наших репортажей, они требуют от государства и даже добиваются успеха. Михаил Алексеевич, огромное спасибо, что к нам пришли, и с праздником вас. Спасибо вам. На этом все. Завтра подводим итоги года в аграрном секторе. Ждем в студии Константина Демидова, директора департамента сельского хозяйства. До встречи на губернии 33.